К нам в зал прибыл Артур Акап Меньше харама, больше тренировок Все, серьезно к подготовке относимся Мы готовим его именно на гулачные бои Со своими особенностями Раунд скоро заканчивается, но уже видно То есть, он около двух минут работает, вот пожалуй Психонул, телефон пополам сломал, выкинул У меня эмоциональное состояние дороже И просто, да, вот работа в зале Перелом носа и перелом над брудной костей Нос мне поставили на место, а по лобной кости Либо скобы там ставят, но она большая такая Сантиметра она два с половиной Друзья, всем привет! Вы на канале Братья Воробьевы Путь к чемпионству Меня зовут Сергей Воробьев, я боксер-профессионал И перед тем, как посмотреть выпуск Я думаю, все помните, что я ездил в Санкт-Петербург Чтобы сделать профессиональную капу для себя Тот, кто не видел этот выпуск, то он будет здесь где-нибудь Посмотрите, там был конкурс на 2000 рублей Кто отгадает, что я написал на своей капе И сейчас мы посмотрим, есть ли у нас победитель Или нет И посмотрим, какая вообще капа Сейчас мы будем заниматься распаковкой И давать оценку этой капе Перед просмотром видео, ребята, конечно же, нажмите на подписаться Колокольчик рядом тоже нажимайте Чтобы он оповещал вам о наших новых видео И, конечно же, в конце видео лайк, если оно понравится Если нет, то и палец вниз, это тоже активность Так что мы это все будем следить за этим Значит, в течение трех дней капа уже была готова Но я улетел в Москву У меня есть тут дела, тренировки И поэтому MyFanPro Мне прислали это по почте И сейчас мы будем смотреть Вот, пожалуйста MyFanPro Вот, пожалуйста Смотрим Ребята, кто-то из вас наверняка думает, что он победил Функции спортивной капы Снижает риск сотрясения Защищает челюстной сустав от повреждений Очень много, видите, что дает капа Вот такой чехольчик Ну что, ребята, готовы? Готовы? Маленькая, она небольшая Я думал, она больше Лозунг MyFanPro об этом и говорит Не думайте о капе Она должна вас хорошо защищать Но вы не должны о ней думать во время поединка Во время какой-то игры Все зависит от того, каким спортом вы занимаетесь Ребята, не поверите Мы победителей искали очень-очень долго Мне на самом деле очень понравились Многие ответы Камонбэйви, бокс, сперл джуньор Много аббревиатур, которые связаны со мной И все это так круто на самом деле Но единственный, кто отгадал Это паренек, которого зовут Артем Тутаренко Он скинул два ответа Он написал уан и тен То есть тен это правильно Тен на капе было написано Значит 10, я 10 ребенок в семье И это связано со мной И хочу объявить официально победителя данного конкурса Это Артем Тутаренко Артем, обязательно напиши мне в директе В инстаграме Вот здесь будет указан мой инстаграм Напиши мне в директе, что меня зовут Артем Тутаренко Я выиграл конкурс Я узнал слово, которое было написано на капе Давай, приятель, гони мне мою прибыль Вот так напиши и я тебе отвечу И конечно же мы дадим тебе твой выигрыш Действительно, ребят, победитель был найден Прям в последний момент Вы можете обратить внимание, что за окном уже темно И я решил просто еще раз пробежаться, посмотреть И действительно победитель Артем Тутаренко Так что тен, ребята, он выиграл Артем Тутаренко, поздравляем тебя с победой И давайте будем делать конкурсы такие почаще, побольше Я думаю, что это было интересно Ну давайте примерим капу Я ее реально не очищаю И она вообще не слетает, видишь, она вниз не падает Очень удобно Даже побоксировать захотелось Ее так просто не снимешь Коротенькая, ребят, из-за этого не будет никаких Так сказать, позывов рвотных Очень удобно, очень стильно Рекомендую капу от MyFanPro Это в Санкт-Петербурге находится Но они, значит, доставляют капу по всему миру Абсолютно везде Тот, кто заинтересовался Я ссылочку оставлю в описании MyFanPro Не думайте о капе Когда она у вас во рту Не думайте о ней Просто боксируйте Просто играйте Просто делайте свое дело и наслаждайтесь Всем здоровья, всем хорошей улыбки Ну что ж, приступим тогда к выпуску Всем приятного просмотра, погнали Слушай, а что, реально, ну не стал бы руки базуки Ну, не хотел бы им встать Нет Никогда не задумывал Я хотел бы быстрый и мощный удар И техничный выполнять Так руки базуки бьют мощно Сильно Че, чтобы размахнуться, ему надо вот так вот удар Прямой То есть ему вот так вот неудобно Он свою пицуху будет себе по челюсти Ну ты бы выскочил с руками базуками Нет Почему? Подраться с ним Это хреновый опыт был Почему? Я бы хотел выскочить, знаешь, с альком 9 Вот это, да, вот это уровень Мы находимся в боксерском зале Цезарь Цезарь боксин Да За камерой у нас сигарек, который приехал с Казани Вы его все знаете Это Юрий Трагьянов Пару слов Пойдем работать, блин Мы сейчас пойдем тренироваться Да, я сегодня замещаю Антон Юрьевич Антон Юрьевич Чтобы не нарушать, не убиваться с тренировочного процесса Да Решили позаниматься сами, правильно? Да Еще, ребят, к нам в зал прибыл Артур Акап Вот, пожалуйста, он здесь Он готовится к своему следующему поединку на голых кулаках Состоится поединок 19 января против Марифа Пираева Хардкор Артур, пару слов для потомков Сначала поздравляем с победой над Ахмедом Спасибо, братан, от душа Ну что, Мариф, соперник, серьезно к нему надо Готовимся К нему готовимся Двух слов связать не могу Знаешь, что такое эффект тумана в глазах на утро? Да, да Я думаю, Гришаня Воробьев после первого боя на голых кулаках тоже знает, что такое туман в глазах Короче, меньше харама, больше тренировок Все, серьезно к подготовке относимся туда-сюда Все, ребят, будем следить, потому что сейчас он тренируется под руководством Вели Мамедова Значит, это будет здесь, в боксерском зале Цезарь Ну, пожелаем хорошей подготовки Артуру Спасибо, брат Давай, братан, мы здесь вместе, если что, будем треникать Вместе, да Все, ну, давайте, ну, поехали Субтитры сделал DimaTorzok 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 каждый удар ну как это демонстрирует если ты не видишь смысла вкладываться там по цели да допустим вот сейчас достаточно нет если будет соперник такой знаешь чисто у тебя на негативе не 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 то что ты уже как бы пожал руки просто ты можешь привыкнуть вот тут можно пару слов по поводу того что типа вот мы сейчас спорили так вот с игорьком казанским по поводу того что типа вот ну там уважение в ринге там алибери джим керри вот эти моменты но мне потом что так дать могут тогда могут но ты же не будешь там говорить что вот там мне больно и так далее ну как идет подготовка ребят вижу в зале его реально каждый день он до он пошли идет единственное что ну ты там медиа пространстве пола уже почему instagram устаешь от этого звонки постой день человек звонят и объясняешь подготовка идет тяжело они звонят чтобы взять интервью тебя просто знаешь там телефонов пораздавал с кем-то познакомился отношения людей сегодня взял телефон пополам сломал выкинул правильно а знаешь руслан проводников когда уезжал в свой тренировочный лагерь который в биг бери находился он телефон отключал и два месяца без телефона тренировал я так хуй на то что я деньги да не заработаю у меня эмоционально стояли дороже и просто да вот работа в зале чем там вот каждому я бы объяснить что ты пи***с устаешь тем более соперник хорошего уровня как профи отнесся да пусть и сломал телефон здорово ребят вот пожалуйста братан представься артём зовут артём фамилия окуня в 38 лет значит готовится к своему следующему поединку на голых кулаках его следующий бой состоится в январе а предыдущий бой был когда будущего был 15 ноября но кто ноября да к сожалению он был не выжать что да для меня с кем бил был бой во владимиров он здесь занимается в зале как проиграл сильно меня угол остановил бой за две секунды до конца первого раунда ведут травмы перелом носа и перелом над брудной кости ну да нет смысла продолжать то есть люди не знают насколько это вообще опасно сразу можно заглянуть опять же в тот момент там на адреналине но я был уверен что эта остановка преждевременная две секунды до конца раунда я думал что я могу отдышаться передохнуть послушать тренера потому что геймплан не провалил полностью ну что вышло уже то вышло первого в конце он первый опыт в конце концов и за последние четыре года после перелома жесткого ноги у меня две пластины стоят я там первый раз каких-то вообще соревнованиях участвовал поэтому в следующем бою я буду готов с вами полностью восстановился после травм нос там как нос мне поставили на место сказали возможно нужно будет там удалять то ли хрящ то ли что-то на расчетных выше до по лобной кости я пока не обращался особо потому что в принципе я подозреваю что скажут операцию либо скобы там ставят какие-то оправнилась немножко ну прям если потрогать крючочки да надо вот это возможно да она большая такая сантиметра два с половиной и поэтому решил провести бой а потом уже в любом случае спустя там 15 минут после боя да я сбил и тренеру сказал спасибо это уважаемый там наставник и мама нет это дима сурадеев из русича он больше поймала но он как бы оценил ситуацию и поняла у меня миша игрок еще стоял в углу гагеттицы тоже мамашник и они вот приняли решение я первые 10 минут кипел и был типа как бы не согласен нет я был максимально не согласен с этим я был расстроен я обещал сыну выиграть это было для него в первую очередь вот я дерусь он попросил меня подраться на кулаках он смотрел со мной выиграет я хочу чтобы дрался я согласился проиграл мне перед ним было неудобно он сказал ничего страшного в следующий раз ты победишь и ты взял второй бой который будет в январе слушай ну ты принял решение драться на голых кулаках вот ради сына все-таки 99 процентов до ради сына в том что он хочет видеть как папа дерется да да я считаю что если он хочет увидеть какое-то мужество и какие-то поступки кто-то скажет что это типа не вменяемость договора и необдуманность но и таки я считаю что тем самым я покажу пацану что такой мужик и что такое и покажу правильный путь в свое время тоже ходит в цезарь на бокс свои пять лет к тренеру я пытаюсь прошу прощения как-то его приучить к этому должен уметь постоять за себя до первую очередь он должен разве быть физически каждый день залить готовишься до каждый день а в зале практически подготовка такого же плана как обычная боксерская или немножко другая не кулакам чуть по-другому есть некие там нюансы закачиваем там кисти до занесного запясть работа легкая на жестких грушах на бинтах с открытыми костяшками все это надевается обрабатывается максимально прокачиваем пресс косые понятно спасибо тебе спасибо сию ребят пожелаем артему победы в следующем поединке который будет в январе в андеркарде здравления в андеркарде артура другой дурусь а вам уже не понял спасибо тебе для хорошего давай 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 такие вот пирожки как бы в мире без политики много важного и интересного ну вот такого плана выпуска рука уже видите как хорошо работает функционирует эта функция руки уже видите она у меня вот так так что спарринги которые вы любите не за горами спасибо вам ребят за то что смотрите и поддерживайте лайком подписывайтесь на канал как бы ну будет много крутых выпусков так что оставайтесь с нами и мы будем с вами всех благ обнял приподнял до скорых встреч до встречи